Здравствуйте! Вы смотрите Спортэкспресс ТВ. Меня зовут Александр Львов. Программа «Спартак по Романцеву» в Питере. И справа от меня ее отец и основатель Олег Иванович. Ну и наш гость и большой друг Александр Киржаков. Самая боевая торпеда «Зенита». И будем надеяться сборной. Замечательный весенний день. И мы все вместе. Я предлагаю начать наш разговор. Поскольку мы живем в год сбора, в год чемпионата мира, неожиданно я, так готовясь к передаче, вспомнил, Саш, что из тех, кто в 2002-м, твой первый был дебют, дебют твой был в сборной, осталось играющих сегодня, которые выходят на поле там, четверо. Синшов, Сычев, Измаилов, Филимонов. Ну как бы попасть в сборную нереально, а у тебя есть хороший шанс. Будем надеяться, так и будет. Что это вообще? Подарок судьбы или какой характер твой питерский? Характер, наверное, больше от родителей достался. Поэтому им благодарность. А касаемо… Или это цель, может быть, поставила? Во-первых, чемпионат мира 2002-го года, это подарок был от Олега Ивановича, потому что для меня тот чемпионат мира, это как-то… Я даже не осознавал вообще, что происходит. Что попал в сборную, я в прошлом году, там, в позапрошлом, у меня все плакаты висели на стенах, в интернате, этих всех футболистов. Через полтора года я с ним еду в чемпионат мира, в национальной сборной России. Поэтому для меня тот чемпионат мира, он… Как объяснить? Я просто ходил и смотрел по сторонам, все-таки, на всех. Ну, вот все сошли, твои там, сверстники, кто проложен, кто чуть постарше. Стараюсь, стараюсь, работаю. Просто в голове, наверное, у себя отложил то, что… Как бы не складывалась ситуация на поле, забивая, я не забиваю, я должен просто работать. Ну, сейчас вот сборной платят хорошие деньги, по сравнению с тем, что какие-то копейки, когда ты приходил, может быть, что материальный стимул, или для тебя это никогда не было? Я даже не знаю, сколько нам должны платить. И не знал, сколько платили. И не знал, сколько… И сейчас не знаешь? Я, ну как, слышу, что-то говорят, но я никогда не вникаю. Я не знаю, по итогу что-то говорят, я никогда не спрашиваю, сколько, чего. Ну, я играю не за деньги. Не за деньги играю. То, что здесь, вот герб страны, вот это самое главное. А остальное, это всех денег не заработаешь. Тем более на футбол. Гимн, когда играет, ты поешь, или только губами шевелишь? Не шевелях только те, кто жвачку живет, наверное. Понятно. Поешь. Олег Владимирович, а ты вот в 2002-м в Урал Саша сказал, что для него это была неожиданность. Значит, ты же не берешь просто так никого никогда. Да нет, конечно. Ну, может быть, для него неожиданность, но для меня это было ожидаемое. Он заслуженно попал в сборную, без сомнений. И, несмотря на молодость, он проявил себя нормально, получил опыт, выходил играть. Ну, на мой взгляд, это вот ваша группа была, еще несколько человек. Она перспективная. И они заиграли, в общем-то, все. Аршавин тот же был. Ну, мне кажется, я взял вас по заслугам, и я не жалею об этом. Спасибо еще раз, потому что у меня не было случая вам сказать спасибо за это. Сейчас говорю, что то, что произошло тогда, и это осталось на всю жизнь. Потому что чемпионат мира бывает не у всех футболистов, даже великих. Можно сказать, что с этого Киржаков начался? Ну, мой взгляд, и с этим тоже. Ты был уже игроком. Да, начался тогда, когда меня взял Юрий Андреевич Морозов. Когда он меня взял к себе в Зенит. И когда он мне доверял... Ну, это трамплин все-таки какой-то был. Когда он мне доверял, но когда я поехал на чемпионат мира, я уже стал, так сказать, одним из совсем немногих питерских футболистов. Их, по-моему, трое со мной стало. Это Данилов, Ларионов и я. Кто был на чемпионатах мира, играл. Ну, а что оставил вообще в памяти тот чемпионат? Наверное, боль все-таки огорчения? Так ты 7 минут, по-моему, сыграл всего, да? За весь турнир. Ну, для меня все равно, как сказать, понятно, что я очень сильно переживал, расстроился. И, ну, хотелось. Тем более, там, следующая игра, если бы вышли, играли из Бразилии. Поэтому, ну... А так, у меня пограничные чувства были. Я был счастлив, то, что я сыграл на этом турнире. Я очень был счастлив. Там мы проиграли, я очень сильно был расстроен, но я был тоже счастлив. Олег Владимирович, а ты вспоминаешь вообще 2002 год? Нет, не вспоминаю. Ну, я другого ответа и не ожидал. Все равно, хотя, может, те, что Сычевские, Ржаковы появились, то на свет будем так говорить. А вот... И на плохих, так сказать, примерах, что ли, тоже нужно учиться. Ну, есть и хорошие, позитивные моменты. Во всяком случае, вот Саша об этом говорил. Удалось, ну, засветить, если не обидно это слово, игроков, которые действительно потом составляли целую эпоху в нашем футболе и играли хорошо, достойно, бомбардирами были, и в зарубежных клубах поиграли, и имя создали хорошее, на мой взгляд, доброе, не только себе, но и нашему футболу. Так что, были позитивные моменты. Все помнят, Саша, как ты успокаивал Сычева, который плакал. Вы же друзья с ним, да, вместе выросли? Да, мы с ним учились в интернате и жили. Ну, да. Пусть... Да и ты, по-моему, у тебя слезы были на глазах, а ты мне скажи, после этого у тебя когда были моменты в футбольной жизни, когда ты мог заплакать на поле? Ну, сложно вспомнить. Ну, вот сейчас, в данный момент, наверное... Или ты уже заматерел настолько... Сейчас, да. Сейчас я не думаю, что может произойти момент именно на футбольном поле, когда я могу заплакать с горя. От счастья, да. С горя вряд ли. Ну, не потому, что мне безразлично что-то, потому что, может быть, философски могу относиться ко всем моментам. Без поражений не бывает побед. На ошибках учатся и так далее. На ошибках учатся. И футбол такая вещь, что если серьезные матчи проигрываешь, то ты проигрываешь достойному сопернику. Случайно их проиграть нельзя. Их может быть один-два, но в серьезных матчах вряд ли случайно нельзя проиграть. Мы часто возвращаемся к этой теме. И Олег Иванович уже что-то говорил на этот счет. С нынешним поколением игроков сборных вот это поражение в Белфасте какое-то странное, где проиграли вообще команде и насторожившие, что, в общем, мы имеем за команду и как она будет играть, если она проиграла такой команде слабо. Как ты вообще отнесся к этому поражению? В отборочных циклах всегда случаются матчи, когда команда фаворита ступается. Это не только касаемо сборной России. Можно посмотреть, проследить другие сборные, такие гранды, мировые сборные, которые тоже, те же португальцы, те же испанцы, они все равно где-то оступаются. Один-два матча. Но хорошо, что тем интереснее групповой этап, что, в принципе, право на одну ошибку у нас существует. Ну, плюс я еще не согласен с тобой, что проиграли слабой команде. Так добротная команда. Ну, не скажу, что она слабая. И как они играли тогда. Они играли не в открытый футбол. Они играли, нельзя сравнивать, но я смотрю, сейчас играет Атлетика Мадрид, в принципе. Ну, это не суперзрелищная команда, но они играют сейчас в полуфинале Лиги Чемпионов. Нельзя сравнивать сборную Северной Ирландии с Атлетикой Мадридом, но построение и тактика игры была выбрана на тот матч именно такая. У них один человек был впереди и все плотно, компактно играли в обороне, не давали вообще разбежаться. Плюс свои трибуны, плюс мощные ребята. А как Капелу велся после этой игры, если это не очень большой секрет? Ну, тренер ведь по-разному реагирует на поражение. Можешь сказать что-то резкое? Он может сказать, он самый резкий момент и вот за все время, что он работал, что я помню, это было в Азербайджане, когда мы сыграли 1-1. Когда мы уже вышли на Чемпионат мира, он зашел в раздевалку и был, кричал, очень сильно кричал. На английском языке? На итальянском, потому что то, как мы действовали последние минуты, ему не понравилось. В Белфасте, когда, если возвращаться, то ничего не сказал. Сказал то, что все все равно зависит от нас. Мы просто упустили этот момент, шансы, когда можно было оторваться. Но все оставалось, в принципе, зависело только от нас. Дальнейший выход. А я вот сейчас неожиданно, Олег Иванович, понял 99-й, когда 1-1, и что-то даже не припомнил. По-моему, у нас какая-то тишина стояла громовая после Украины в Домбуржниках. Что-то это сегодня на какой-то негатив меня все время. Я уже пытаюсь забыть самые страшные моменты в моей жизни. А ты все там, там, ну, проиграли, не проиграли, это ничья была. Хотя 6 побед до этого подряд было, ты что-то их не вспоминаешь, а вот как плохо здесь, как Олег Иванович. Ну, как можно проиграть, там вообще жить не хотелось никому. Ну, просто хотелось застрелиться, закончить с футболом. Другой вариант. Счастлив я был? Нет, несчастлив был. Я ничего не помню. Вот ты сейчас спрашиваешь меня, я не помню тот момент. У меня все как в тумане было. Незаслуженно. И надо было 5 игр подряд французов там обыгрывать, чтобы ни с того, ни с сего оступиться на ровном месте. То есть пробежать 42 километра, 194 метра, и напоследок в метре упасть. Примерно так. Нет, ну, если я просто со стороны болельщика, если тот матч заканчиваю, да, и вспомнить. Я смотрел просто, ну, мне было 15 лет, и я смотрел и понимал, что... Это с Украиной? Да, что мы, ну, вот когда шел матч, я даже не думал, что мы проиграем, что мы там не выйдем. То есть была полная уверенность до последней минуты, что, ну, вот есть сборная России, которая сильнее наглого Украины. Это доказывает на поле. Ну, случился просто несчастный случай, и все. Это только этим объясняется. Смотри, ты в сборной работал со многими тренером, включая Олега Ивановича. Вот. Ну, каждый из них личный, своеобразный. А что отличает от капелла на их фоне? Национальность. Так, хороший ответ. Говорят, он очень требовательный. Ну, я просто... Сложно мне сравнивать людей вообще. Люди, они априори разные. И у каждого человека разные видения вообще не только футбола, но и жизни. Поэтому они все отличные друг от друга. Кто-то более эмоциональный, кто-то более скрытый, кто-то более открытый, кто-то более закрытый, кто-то больше общается с игроками, кто-то меньше. Капелла, ну, Капелла тренер, который выиграл много всего на мировом уровне. На клубном. На клубном. Мировом уровне. Поэтому, ну, как работал со многими топ-топ футболистами, лучшим футболистом мира. Отличает то, что... Ну, сложно сказать, что он отличается. Давай по-другому. С кем тебе легче всего работал? Ну, я не... Ну, с кем был бы понимание? Когда я ищу в сборную России, я просто счастлив, что я приезжаю в сборную России. Я не могу... Никок не должен, не могу, да. Обсценивать тренера. Тренер вызвал его, значит, он его уважает, во-первых. Значит, он считает, на него надеется, значит, он считает достойным. А игроку, к какому тренеру ехать, все равно. Его задача прийти и доказать, что его вызвал не зря, правильно? А кто там тренер? Бывает, на клубном уровне тренеры меняются, но у тебя есть действующие контракты, ты, в принципе, не можешь уже что-то там... Ну, вот, закусился ты с тренером, а тут эта сборная, тебя тренер приглашает, ты едешь в сборную страны. Ну, до сих пор вот непонятно, почему тебя Хидин друг не взял. На чемпионат Европы. Как ты сам думаешь? Не знаю. Без комментариев. Это, наверное, к Хидингу надо попросить. Сейчас вот обсуждает все сборные, естественно, в преддверии чемпионата мира. Есть такое мнение, Олег Иванович, я уже задавал, что вот наиболее уязвимое место – это оборона, где вот играют возрастные футболисты, стержень даже, вот Игнашевич и Василий Березуцкий. А вот тебе, как форум, когда ты играешь в ССК, что ты можешь сказать об этих защитниках? Неприятно, неудобно. Нет. Игнашевич больше опытный футболист, который начинает хорошо атаки и выбирает позицию неплохо. А Вася, он такой боец. Он жесткий боец, который должен быть в обороне, который играет первым в мяч, через ногу. Такие защитники, я таких не люблю, как нападающих. Поэтому, если они в сборной, это плюс нам. В идеале, вот ты говорил, защитники должны быть мощные, как? Ну, вот типа Вася такие мощные и которые немедленные. Английского типа, да? Это если в обороне такие парни, то… Челси? Да. Оборона Челси мне симпатична. Именно оборона Челси. Нынешний, лидер и нынешний сборной. Кого можно считать таковыми? Сложно сказать. Ну, тогда всех назовем. Ну, естественно, все. А так, ну, наверное, я назову его Кенфей. Потому что он воротарь, он полкоманды. И с ним спокойнее, когда он играет. С ним спокойнее. Олег Ванчич, большое количество лидеров. Это баблят вообще для тренеров? Или их просто по определению не может быть много в команде? Да почему? Можно набрать 11 отличных игроков. Но другое дело, заставить их выполнять черновую работу. Кого-то из них. То есть, играет-то на рояле 2-3 человека. Остальные должны его таскать. Если у вас лидер будет выполнять игровую дисциплину, если ему скажешь, что здесь нужно бежать столько-то и столько-то, и он будет выполнять, а не ждать, когда его там отберет защитит мяч и отдаст. Если он подчинит свои амбиции, свой талант игре, команде, то это хорошо. Конечно, когда все игроки высокого класса, высочайшего класса. Это здорово. Ну, а когда всех будут тянуть одеяло на себя, то эта команда играть не будет, естественно. Все будут ждать, кто же ему принесет рояль, чтобы он поиграл. А отбирать мяч они не захотят. А лидер обязательно должен быть классным футболистом? Или это может быть просто работяга и характер? Желательно. Желательно, чтобы он высококлассным футболистом был. И тактически, прежде всего, тактически, грамотно, технически оснащен. Обладать хорошим пасом. Пас – это, как известно, язык футбола. И такой, ну, думаю, что в каждой линии. Вот, на мой взгляд, хребет должен быть один из центральных защитников. С хорошими такими тактическими мозгами. Центральный, естественно, хав и, как мы любим говорить, под нападающими. Центральный мощный. Ну, это оптимальный вариант, потому что здесь можно подбирать уже под них игроков. Здесь ты должен взять игрока, который понимает забегание, стенку скрещивания. С ним можно все делать. Слева, там, может быть, другой вариант атаки придумать. И тот, может, хорошие передачи делать нацеленные. Потом поменять их местами. И все это… Из тех, кто у тебя играл, кто в идеале может кого назвать лидером? Местовой? У меня все лидеры были. Когда играли хорошо, знаешь, вот бывали игры, когда мог крайний защитник быть лучшим в игре, лидером быть. Мог центральный защитник, ведущим быть. Там тоже Никитов, Ануков. Могли игры играть лидерами. Чаще всего, вот этот Костяк, там, Титов, Оленичев, Тихонов частенько был лидером. А если одного лидера все время в команде иметь, то это довольно просто. Его можно взять, перекрыть ему, а остальные не знают, что делать. Перекрывали, допустим, Оленичева или Титова лидерство на себя брал. Тихонов или Парфенов, правый защитник. Сколько игр тоже он был как лидер команды. Так что один лидер, которого можно перекрыть, а перекрыть любого можно, это нехорошо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!